Сегодня в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи в Серпухове состоялось рабочее совещание, на котором обсудили главную тему трудоустройства подростков с ограниченными возможностями. Педагоги не только обменялись опытом, но и новыми современными методиками обучения детей-инвалидов. Бронхиальная астма, сахарный диабет, аутизм, онкология, инвалидность – не приговор, но проблема трудоустройства подростков с ограниченными возможностями стоит остро. Учеба и физическая деятельность даются тяжело, как физически, так и психологически. Но педагоги постоянно в поисках новых проектов, подходов к обучению детей с ОВЗ и ДЦП. Я считаю, что работа с ребенком-инвалидом по выбору профессии должна состоять из пяти блоков – информационный, медицинский, психодиагностический, коррекционный, консультативный. Подросткам с ОВЗ определиться с профессией будет несложным. С одной стороны – помощь педагогов, с другой – справочная литература и интернет-ресурсы. К сожалению, в обучении детей-инвалидов есть свои подводные камни. Самореализации детей в ОВЗ могут помешать даже родственники. Встречаются случаи в практике, когда об инвалидности просто-напросто не сообщают вообще. Семья не хочет разглашать сведения о болезни ребенка. Например, были случаи, когда внутри одной семьи даже скрывался диагноз ребенка от отца, от свекрови, от близких родственников и так далее. Из-за личных проблем. Бывает, что семья неблагополучна и просто некому это сделать. Тут нужно собирать справки, ходить по врачам, в бюро МСЭ и так далее. Не реализовав себя в профессии, человек с ОВЗ с большей вероятностью склонен к потере смысла жизни. Так как для многих инвалидов именно работа становится вторым домом, местом, социальной активностью, мерилом для самооценивания. В Серпухове подростков с ОВЗ берут на обучение на два года. В центре Меридиан, например, 180 учеников. 30 из них – это дети с коррекционной школы. В этом году вместо одной группы набрали две. Это швеи и слесари механосборочных работ. Подросткам с ОВЗ дают возможность получить еще одну специальность – мастер визажа, маникюр и парикмахер. Но и здесь есть свои нюансы. Получить профессию, оказывается, еще полдела. Это такой объем колоссальной работы. Это называется идем с протянутой рукой. Тем не менее, работа в Серпухове по профориентации детей и инвалидов идет полным ходом. Педагоги обсудили разработку новых форм профориентации и активно перенимают опыт не только зарубежных, но и российских специалистов. А значит, изменения ожидаются в лучшую сторону.